Христос Воскресе! Это важно, ссылка находится в описании к этому видео. Сегодня мы обсудим с вами визит Владимира Зеленского, президента Украины в Ватикан и его встречу с Папой Римским. Об этом, безусловно, сообщали какие-то украинские СМИ, но меня заинтересовало СМИ Ватикана, официальный сайт Ватикана, у которого есть разные языковые версии. Я заметил, что новости там это не просто перевод одной и той же новости, они отличаются. Я зашел на русскую и украинскую версии сайта и предлагаю их посмотреть вместе со мной. Начнем мы с вами с русской версии сайта. Папа встретился с президентом Украины Зеленским. Тут мы можем увидеть и коротенькое видео, буквально минута 4 секунды. И фрагменты этого видео я буду показывать по ходу рассказа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Мы можем увидеть, как Владимир Зеленский заходит к Папе, как он не совсем понимает, как себя вести, то он сначала садится, потом встает, потом садится снова. Как он говорит Папе, что для него great honor, большая честь, великая честь быть там. И, в общем-то, вот какие-то подарки, которыми они обменялись. Мы можем прочитать о том, что в ходе дружественной сорокаминутной беседы была рассмотрена гуманитарная и политическая ситуация в Украине, вызванная продолжающейся войной, сообщает пресс-служба Святейшего Престола. Папа заверил главу государства в своих постоянных молитвах, о чем свидетельствуют многочисленные публичные обращения Святейшего Отца и его непрерывные воззвания к Господу о мире с февраля прошлого года. Стороны подтвердили необходимость продолжать гуманитарные усилия по оказанию помощи населению. Особым образом епископ Рима подчеркнул настоятельную необходимой жестов гуманности по отношению к самым уязвимым людям, невинным жертвам конфликта. В конце встречи Папа Франциск преподнес в дар президента Украины символ мира – бронзовую оливковую ветвь. Послание на День мира 2023 года, Декларацию о человеческом братстве, книгу ватиканского книжного издательства «Остатио Орбис», а также книгу энциклика о мире в Украине. Со своей стороны Владимир Зеленский подарил Святейшему Отцу богородичные иконы, неопалимая, написанную на поле непробиваемой пластине из бронежилета, и потеря, посвященную убитым на войне детям. Обратите внимание, что здесь говорится, что были подарены именно иконы. Потом говорится о том, что украинский президент также встретился с секретарем по связям с государствами и международными организациями, таким себе министром иностранных дел, архиепископом Полом Ричардом Галлахером. И центральной темой стала война в Украине и проблемы гуманитарного характера. Также отмечается, что в последние месяцы Папа Франциск и Владимир Зеленский неоднократно общались по телефону и обменивались официальными делегациями. Вот что мы можем узнать из такой вот новости на официальном сайте Ватикана. Давайте перейдем к украинской версии. Папа Франциск заустрился с президентом Украины. То есть Папа Франциск встретился с президентом Украины. Тут тоже видео, но уже со ссылкой на Facebook. Сбивают все свои социальные сети. Также мы можем увидеть, что суббота, 13 мая, Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане президента Украины Владимира Зеленского. Пишется, что Святейший Отец принимал гостя в рабочем кабинете при зале Павла VI. В делегацию встречал регент префектуры папского дома мансиньор Леонардо Сапиенца. «Благодарю за этот визит», — сказал Папа, приветствуя президента Украины, на что он ответил. «Это большая честь». Дальше мы можем увидеть, что также 40 минут был разговор. Говорили о молитвах, о гуманитарной ситуации, обменялись подарками. Святой Отец, Святейший Отец подарил бронзовую скульптуру оливковой ветви, как символ мира, а также специальные издания документов понтификата, в общем-то мы их перечисляли. Президент подарил Святейшему Отцу картину «Утрата» 20-22-58 украинского мытца, творца Алексея Ревики, которая посвящена гибели детей вследствие войны и композицию «Неополима» Юрия Вакулинга, которая изображает икону Матери Божьей в огне, которая вырезана на пластине бронежилета. Или вот сделана на пластине бронежилета. То есть здесь уже они не называются иконами, здесь они называются картинами. И вот меня, безусловно, это заинтересовало. Я, честно говоря, небольшой любитель конспирологических теорий, и, наверное, многие ждут, ну о чем же они там говорили? Наверное, продали все, отдали, и, в общем-то, ну, конечно же, говорили. Но я решил сосредоточиться все же на тех подарках, которые были подарены, и я там кое-что очень интересно увидел. Это меня удивило. Удивило с неприятной стороны, и я тороплюсь поделиться этим с вами. Небольшой такой вот задел я сделал в телеграм-канале «Опиум для народа», и те, кто подписан, могли увидеть одну фотографию и пару строк текста. И, в общем-то, сейчас эта тема будет раскрыта. Вернемся и посмотрим. То есть подарили две картины. «Утрата» Алексея Ревики и также «Неополимая» Юрия Вакулинга. Начнем, пожалуй, с Юрия Вакулинга. В общем-то, о нем писала украинская пресса. Он достаточно известный человек в украинском искусстве. По-разному можно относиться к его работам, но, в общем-то, они есть, и они достаточно известны. Вот, пожалуйста, Национальный союз писателей Украины рассказывает о таком вот творческом проекте «Фортецемистетский муры Киева», как бы крепость, творческие стены Киева. И здесь вот представители такой вот творческой сферы, и среди них как раз вот один из наших героев, один из наших авторов. И мы можем прочитать как раз о картине «Неополимая» Юрия Вакулинга. Картина «Неополимая» Юрия Вакулинга, которая изображает богоматерь с младенцем в огне, где языки пламени символично превращаются в свечки. Творец начал работу над ней еще 20 лет назад, но по некоторым причинам завершить ее не удалось. Только сейчас «Неополимая» приобрела новое значение и новый смысл, который актуален, который невероятно актуален сегодня, говорят в музее. Как раз вот на головной фотографии этой статьи мы можем ее увидеть. Тут она пока без бронежилета, и, судя по всему, для подарка специально творец ее переработал. Но, как мы видим, тут долгая история этой картины. 20 лет она у него лежала, но вот, возможно, пришло такое вдохновение, возможно, на фоне событий, и человек эту картину доделал, и до этого она выставлялась, выставалась, выставлялась, в частности, в прошлом году. Это новая за 1 сентября 2022 года. Но это один из авторов. Там рассказывается, как он в первые дни с 24 февраля 2022 года защищал один из музеев, там старался прятать коллекции, которые там находятся, и, в общем-то, это было его занятие. Потом он участвовал в одном из биеннале. Захотите, найдете и почитаете. Но я же пока предлагаю вам остановиться на личности другого автора. Его зовут Алексей Ревика. Вы можете зайти на его официальный сайт alexeyrevika.art. Здесь, что меня удивило, он вроде бы это сайт одного человека, но about us, о нас. Не обо мне, а о нас. Но человек такой, вероятно, с опломбом. Много у него разных работ. Часто СМИ писали о нем, как о человеке, который шариковой ручкой делает свои работы в стиле таких вот плакатов. И, в общем-то, даже та работа, которая была подарена, она тоже чем-то напоминает плакат. Можно увидеть совершенно разные его работы. Можно зайти на его страничку в Facebook и немножко полистать. Тут, с одной стороны, его восхищение о том, что именно его работу подарили Папе Римскому. И вроде бы все нормально. Какие-то фотографии. Одна из выставок, которая открывалась с его участием. Можем увидеть его другие работы. Концентрация воли. Национальная академия искусств Украины. Взрыв. Такая вот работа. А вот еще одна, которая называется «Лавра Агент Кремля». 2023-440. Серия «Красная линия». Бумага. Шариковая ручка. Черный спрей. Размер 70 на 50. И все это под хэштегом «Каракули арт». Ну, действительно, «Каракули арт». И, честно говоря, каким-то искусством назвать это сложно. Ну, такая вот картина этого Алексея Ревики. А помните еще вот абсолютно такую вот вандалистскую акцию, когда двери собора в Черкасах изуродовали плакатами разными? Вы помните, я показывал эти фотографии, которые, не скрывая своих лиц, наклеивали местные негодяи. И, в общем-то, автор этих плакатов как раз этот самый Алексей Ревика. И он этим очень-очень гордится. Вот прям очень. Здесь вот он сам публикует. Причем, заметьте, Алексей Ревика сейчас в Киево-Печерской «Лавра». То есть и он так очень-очень негативно настроен по поводу «Лавры». И вы понимаете, как бы, что стоит за этой работой и какие его достаточно неприятные мысли. Вы можете увидеть одну из выставок, которая также проводилась. Да, вот по ходу, именно по работам этой выставки, он наделал свои плакаты, которыми вандалы изуродовали ворота одного из соборов. Свято-Михайловский кафедральный собор, но уж очень их беспокоит, что он относится к Украинской Православной Церкви, а не к какой-нибудь другой религиозной организации. И так они уж мечтают отжать собор и вообще всячески избавиться от Украинской Православной Церкви. Вот, пожалуйста, выставка этого религи. Можете увидеть, да, уровень его работ, уровень его искусства, его мышления. Поражает, не правда ли? И вот сколько боли за этим всем. Да, человеческой боли. Тех людей, которых сейчас унижают. Тех людей, которые страдают за свою веру. Тех людей, которых пытаются оскорбить. Тех людей, которых пытаются сделать гражданами второго, третьего, пятого сорта. И так символично, что эти две картины дарят папе. Одну, которую 20 лет художник не мог закончить, но в итоге закончил. А вторую, человека, который является откровенным богоборцем. Человека, который всячески выступает против церкви. Я не знаю, рассказывали ли папе об этом, доносили ли такую информацию, интересовался ли он об авторах этих подарков, или все-таки он как вежливый человек просто их принял. Но согласитесь, этого не расскажет никакой СМИ. И ложечка нашлась, как говорится, но осадочек еще и какой остался. Честно говоря, мне кажется, это очень-очень много объясняет и показывает. Показывает и отношения, показывает и тот курс, который выбирается. И показывает то, что немало делается. И мы слышим, да, красивые слова о том, что папа там готов быть посредником, папа готов помогать что-то делать. Но с другой стороны, мы видим такое молчаливое одобрение того, что происходит сейчас и в религиозной жизни, в религиозной сфере Украины. Мы видим похожее, вполне себе одобрение, это мое предположение, безусловно, и религиозного рейдерства, страшного рейдерства, которое, я не знаю, мы не видели, наверное, лет сто как. Мы видим с вами, что вот пытаются отобрать всячески святыни, и отобрать не для каких-то благих нужд, потому что для людей это артефакты, для людей это какие-то вот совершенно непонятные вещи, это музейные экспонаты. Ну а здесь бы хотелось бы все-таки обратить, заострить на это внимание, понимая, что путь этот, он в никуда, по сути. Нельзя брать богоборцев и рассказывать что-то о религии. Нельзя брать идеи у людей, абсолютно далеких от веры, и в то же время выдавать их за какой-то акт проявления веры. Безусловно, кому-то может показаться эта работа любопытная. Ему, наверное, очень-очень хотелось, и очень гордость его брала за то, что она есть. Вы можете увидеть ее на видео. Но в то же время, мне кажется, это очень плохой маркер, очень грустный. И, к сожалению, мы видим то, что мы видим. Но наша задача не только за этим, а и за собой наблюдать, чтобы нам веру не потерять. Чтобы нам, так сказать, оставаться верными Богу, Церкви, оставаться верными тем вековым канонам, которые есть и которым наша душа должна прикипать. Я благодарен каждому за поддержку канала. Подписывайтесь на канал Денису Микрофона. Поделитесь ссылкой на видео, с кем только можете. До скорой встречи.